Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем наш... Мы лекцием продолжаем наш цикл разговоров на исторические темы «Эхо наших побед». И сегодня я прочитаю вам лекцию, но это будет такая интерактивная лекция, надеюсь, с вашим участием, о людях, которые в 17 веке открывали новые земли и внутри уже совершенных открытий их подчерственниками делали не менее важную, а может быть и в чем-то более важную работу вот в этих контурах уже определенных наносили штайхами точные границы, объекты, не зря их имена в равной степени представлены на своей карте. Почему мы сегодня говорим именно о 18 веке? о людях, которые открывали Россию и присоединяли Русскую Америку? Потому что о смелых их подчерственниках из 16-го и 17 века известно, как правило, гораздо больше. Потому что даже в школе акценты делаются в параграфах и на Ярмаке, и на Дежнёве, и на Хабаеве, и на Атласове. Есть фамилии наших мэров, которые командовали кораблями. В 19-м же веке Литке, деятель наш военный и один из руководителей Российского географического общества имперского, он назвал многие из объектов открытые его предшественниками, собственно, в честь него тоже назван целый список объектов. В общем, про 19-й век мы тоже более-менее всё знаем. А вот, как ни странно, 18-й век, он в этом плане меньше, ну, меньше его места в учебнике, потому что это век именно Петра, это век русско-турецких, русско-шведских войн, это век Екатерина Великой, его преобразований. Но нашим путешественникам, почему-то вот сложно, наверное, объяснить, уделяется места меньше, чем для предшествующего и последующего периода. Вот чтобы эту руку, этот пробел закрыть, наверное, наш разговор с ним будет уместен. Скажу сразу, что даже если немножко начать углубляться в эту тему, то спектр имён, спектр событий, спектр топонимов, мест, которые с ними связаны, он настолько заостряется, что его не то что в час, его, наверное, в целый университетский курс в свой дом можно запихнуть, в рамках семестра или целого учебного года. Поэтому мы сегодня пройдёмся по верхам, но где будет нужно, как и наши путешественники, будем немножко углубляться, чтобы разнообразить, как-то сделать более интересным наш разговор. Итак, к чему же Российская империя подошла к началу XVIII века в плане географии? Вы знаете, что в европейской части России мы решали очень важные задачи, которые стояли перед Петром Великим, и которые он в основном, ну, отчасти успешно выполнил, особенно на северном направлении, прорубить окно в Европу, выйти на Балтику, на Гоу Троида, стать в море. На юге эта проблема большина только уже в Екатеринские времена, хотя у Петра тоже были достаточно успешные подходы. Поэтому Востоку уделялось внимание по такому достаточно остаточному принципу. Тем более с главным нашим территориальным соседом, уже на тот момент с Китаем, где правила Маньчжурская династия, нам удалось к концу XVII кое-как договориться. Был заключен договор, который хотя бы в набросках очертил сферы притязаний Российской империи, которые в последующем отодвинулись на юг, и империи цинов, которые впоследствии пришлось иметь свои аппетиты и отодвинуться на север. Сейчас граница пришла к своему равновесию, поэтому ни Россия, ни Китай официально территориальных спорных друг другу не предъявляют. Что касается северной части, там все было несколько сложнее. К этому периоду в самом-самом конце XVII века уже завершилась экспедиция Атласова, когда Камчатка и северный Курильский острова уже порочно были на карте, уже считали частью России, удалось выйти к Восточному океану, как-то называли все это водное пространство севернее Камчатки, а вот как раз-таки с Чукоткой все было непонятно. Во-первых, не прекращались споры, чем является Чукотка. Все-таки это полуостров, или это некий такой, не до конца полуостров, а скорее полуостров, входящий в перешейки. Может быть, тогда еще были мнения в европейской ученой среде о том, что Азия сообщается с Америкой до тех пор по сухопутному коридору. Тем более, некие предпосылки по исследованию в Северной Америке к этому были, когда исследовали некоторые образцы жизни, некоторые образцы культуры местных жителей, то есть какие-то наметки уже были, о том, что когда этот мост существовал. Но вот о том, что его уже нет, вот этого перехода сухопутного из Северо-Восточной Евразии в Северную Америку, наверняка не знали, хотя догадывались. В частности, в документах Петра Великого есть намеки на то, что Петр был практически уверен, что там есть пролив. И одно из таких четких указаний на это содержится, одно из таких четких указаний содержится в записке, которую он дал Берингу, когда наставлял его перед первой камчатской экспедицией с Беринга. Соответственно, какие задачи стояли перед нашими путешественниками на XVIII век? Точно очертить северо-восточные границы Евразии, чтобы закрепить их за Россией. Конечно, то, что нам удалось ограничиться с Китаем, это был очень важный шаг. Но не стоит забывать, что в этот период тон задавали зачастую морские державы, для которых отсутствие сухопутной границы не было препятствием к колонизации. Если уж очень сильно англичанам, голландцам, уже в меньшей степени французам нужно было в какую-то землю высадиться и обозначить своей, тем более, если она четко не была в то время признана закрепленной за какой-то другой страной, европейской, потому что другие страны практически тогда в расчет европейской дипломатии не пронимались, они высаживались и закрепляли их за собой. Судьба того же Китая в XIX веке к тому подтверждения. Да и Индия как раз таки в следующем XIX веке уже была плотно колонизирована французами, англичанами с последующим утеснением французов-англичан. Поэтому эта задача была не просто какой-то романтической, не просто какой-то такой, скажем так, географической, а это была задача государственная, которую наши люди решали. Ну вот я так часто говорю, русские, российские, наши люди. А какой же был, собственно, вот такой собирательный образ этого российского путешественника? Незвучайно говорю именно российского, потому что далеко не все из тех людей, которым мы обязаны нанесением контуров в северо-восточную Россию, а потом впоследствии, в конце века и Русской Америки, были именно в таком узком смысле русскими людьми, то есть русским происхождением. Дело в том, что это были и профессионалы, и зеверо, под первую очередь моряки и картографы, равно как и ученые, которые поддерживали их в Санкт-Петербургской академии наук, основанной Петром Первым. Это были представители местных жителей, с некоторыми из которых мы в ходе лекции тоже познакомимся с их именами и деяниями, которые усваивали науку через посредство русской культуры и русских людей, и вносили свой вклад в открытие тех местностей, которые были для них родными, для европейской и мировой науки. И, конечно, это были русские люди, но вот кто именно. Еще в советские годы, в которые было, как ни говори, в любом случае, очень много сделано для исследования этой проблемы, но все-таки подлинно, объективно, подлинно историческому исследованию зачастую мешали некие идеологические установки. Вот нашим многим хорошим, замечательным, удовольствием советским ученым зачастую очень сильно мешала установка понемножку, где нужно, где можно хранить империальное прошлое. Поэтому был в отчасти в большей степени и придуман такой тезис о том, что Сибирь и Дальний Восток осваивали кто, есть ли у вас какие-то предположения, может быть, знаете, какая была установка, что это беговые крепостные крестьяне, которые объединялись под рукростом атаманов и вот проникали все дальше, дальше, дальше на Восток, спасаясь от царского гнета. Конечно, в отношении Европы и Дальнего Востока это, скорее всего, не так. Потому что если мы взглянем на имена, которые сохранились и на описание вот этих партий, которые продвигались все дальше и дальше на Восток, там в основном сталкиваемся с представителями купечества, деловыми, православными людьми, которые были совершенно свободны в рамках той свободы, которой мог себе позволить человек в рамках российской, в рамках самодержавия. Ну, по крайней мере, они были неограничены в перемещениях и были достаточно привилегированным классом. Это были, конечно же, поморы, жители русского, европейского севера, которые еще прежде отметились на исследованиях эколонизации вот такой вот европейской части, восточной части европейской России и севера, и которые, естественно, и в XVIII веке продолжили свой путь, свое дело по осваиванию этих земель. Это были лучшие, наверное, для этого люди, потому что они отделились в своих условиях, их становление проходило в своих условиях русского севера, и для севера Северия, севера Дальнего Востока они подходили как нельзя лучше. К тому же, это были люди тоже не крепостные, это были тоже люди промысловики, свободные, государственные крестьяне, зачастую, которые в плане предприимчивости у крепостных, конечно, выигрывали. Они бежали на юг и, собственно, там пополняли ряды казачества. Сибирское, древназначное казачество это в основном уже служивое казачество, то есть человек, кто отправился туда по заданию государей, либо в составе сформированных купцами партии, которые тоже действовали с санкцией империстрического правительства в рамках их полномочий. Итак, ну, перейдем непосредственно к делу. Для этого нам понадобится несколько кайт, которые мы сегодня будем использовать, в основном скажу, что большинство из них это кайты не того времени, потому что в основном кайты того времени представляют собой только такой культурный интерес. Советному человеку они будут даже немножко мешать, ну, те, кто не имеет специальной исторической или истории географической подготовки, поскольку очертания еще недостаточно уточнены. Поэтому по большей части будем пользоваться современными и даже советскими кайтами, поскольку лучшее разрешение для него удалось найти. Итак, вот она наша российская Арктика, которую мы знаем на сегодняшний момент. Первонакарова Петр I после того, как решил восстановить свои вопросы на север, после заключения штатского мира, задумался о том, что необходимо решить одну из важнейших проблем, которая существовала перед мировой географической наукой, найти северо-восточный пароход, где соединялись бы Тихий и Атлантический океан, и, если это возможно, существует через него пароход на кораблях этого воения. Почему это было так важно? Потому что южный пароход уже был открыт. Да, вы знаете, экспедиция, вторая круглосветная экспедиция, в честь которой принадлежит Дарико, Фрэнсису, английскому пирату и мореплавателю, ему удалось открыть южный пароход. Но путешествие при нем было очень тяжело, потому что там очень непростые погодные условия, там территории, принадлежащие испанцам, которые вот дарику удалось проскользнуть, вообще испанцы были не сильно рады иноземному присутствию в своих землях, который еще по этой дарссельянскому пакту, который подписал когда-то римский папа и разгранчив землю между Португальской и Испанской колониальными империями, отошли именно к испанцам. Поэтому в основном северная Европа, которая не входила в испанскую сферу интересов, она была заинтересована в вот этом самом северо-восточном или северо-западном, как это европейцы называли пароходном. Собственно, для них он был северо-западным, поскольку он был к западу от Европы, для нас северо-восточным, потому что не был построен и даже проектов правостроительства не было. Ну, а тащить волком в тех местах суда, это дело совершенно неблагодарное. Без канала там никакого ни промышленного, ни торгового судоходства места не было. И вот в том, что нет пролива между Северной и Южной Америкой, к тому времени уже были совершенно уверены, это было уже установлено южным путем. А вот в том, что северо-восточный или северо-западный европейцев паралив существует, все были уверены. Другое дело, было еще неизвестно, смогут ли пройти корабль этого военника. Как выяснилось, эта задача была на тот момент не решаема. Но в этом тогда еще никто не знал. И когда Петр Первый снаряжал первую свою экспедицию, это было еще не Беринг, это была экспедиция, причем экспедиция секретная, под руководством русских моряков, картографов, еврейного и Лужина. Это была экспедиция Камчатская, которая должна была установить, что же там на Камчатке. Каких успехов эта экспедиция достигла в 1719-1721 годах, им удалось более точно, нежели предшественникам, потому что предшественники были казаками, все-таки людьми дела, а не людьми науки, не очень следующими в картографии, им удалось южную конечность Камчатки нанести на карты. И более того, именно еврейному и Лужину удалось максимально на юг продвинуться по Куринской границе. Сейчас вы знаете вопрос уже последние полвека более чем политический. Долгое время считалось, что они до 6-го острова дошли, но последние исследования показали, что до 16-го острова, до Симушира, и там обозначили границу на тот момент притязания России. Надо напомнить, что японцев в той поре еще даже Хоккайдо полностью не заселили, только начиналась их борьба с Айнами за Хоккайдо, и уже о Куаилах они тогда еще даже не мечтали. То есть наш приоритет здесь достаточно обозначен. Но почему же эта экспедиция была секретной? Какая такая была необходимость Питеру продавать эту экспедицию секретный характер? Дело в том, что уже тогда этим регионам интересались не только мы. там начали появляться интересы европейских держав, и поэтому важно было как можно быстрее описать эти земли, как можно быстрее закрепить за Россию, предъявить это мировому самообществу, и тогда уже можно было отправить официальные миссии. Поэтому многие из экспедиций, которые наше имперское правительство предполагировали были секретными. Теми же нашими охотчими людьми, промысловиками, посланниками купцов и самим купцам в такой секретности нужды не было, потому что они двигались за прибылью, как люди капитала этого времени, деловые люди, у них такой необходимости скрывать свои намерения не было, но у них немножко позднее. далее первая экспедиция Беринга, которую Петр наставлял, на которой провел путь по Екатерине, в итоге, когда они достигли цели от своей промежуточной Камчатки и построили свой корабль, в итоге говорил под руководством датского и российского офицера, на этот момент уже российского офицера Беринга, в Петербурге уже, соответственно, даже не по Екатерине, а уже в эпоху Петра II, коротенькую эпоху, они действовали, но замысел около Петра Великого, и поэтому справедливо прописать заслуги Беринга в отчестве нашему великому императору. Так вот, Беринг во главе небольшого отряда на двух кораблях, о нескольких говорил, совершил исследование от Камчатки они отправились на север, в первую экспедицию удалось очертить контуры северо-восточной России, дошли они до мыса Дежнева, некоторые считают, что именно в тот момент была открыта северо-восточная Америка, скорее всего, это не так, потому что Беринг и сам в своих отчетах не писал о том, что они занимались некаблотажным планом, непреборежным, что они отходили куда-то дальше, на восток от берега, но пока не менее, было четко доказано, что пролив между, точнее, не четко доказано, были уже какие-то предположения, что пролив уже существует между Северо-восточной Евразией и Северной Америкой. Первым же из европейцев, кто увидел воочию берега Северной Америки, Аляску, считается Михаил Гвоздев, который свою экспедицию отправился позже, уже после окончания первой Камчатской экспедиции, но что интересно, о том самом Святом говорили, на котором плавали берега, о том самом корабле, хотя корабли в то время, тем более в тех условиях особо долгожительства не отличались, но вот Святому говорил, в этом плане повезло стать арго, можно сказать, для двух сразу замечательных путешественников, и для командора Беринга, и для Михаила Гвоздева. Так вот, уже под командованием Гвоздева, точнее, он был там тоже картографом, но поскольку Федоров формально украдивший экспедиции был в очень плохом состоянии здоровья на тот момент, все-таки эта честь скорее принадлежит Гвоздеву и людям под его командой. И в 1732 году впервые удалось увидеть берега Северной Америки. Высадиться не получилось на тот момент, наверное, такой задачи не стояло. Почему? Потому что на тот момент высадка с покетбота, с корабля это была задача не из простых, особенно если нет какой-то разведанной бухты. А с тем, чтобы досконально разведать территорию, не рискуя потерять корабль или погибнуть экспедиция, нужно было там остаться на большее время. А авиационный сезон в этих краях он всегда очень корот. Поэтому если не было изначальной цели установки на зимовку, если не было заранее оговорено, что вот в этом месте будет высадка, где безопасно, где разведана, высадка не производилась, риск жизни был очень высок, поэтому Гвоздев не стал первым из тех, кто высадился на берег Америки. Эта честь, скорее всего, принадлежит второй экспедиции все того же командора Витуса берега. Кстати, мы о нем уже так поговорили-поговорили, давай все-таки посмотрим, как он выглядит. К сожалению, для большинства наших путешественников XVII века изображений попросту нет, поскольку эти люди всю свою жизнь проружили в местах весьма отдаленных от тех, где обитают художники, ну, именно в таком, в культурном понимании этого слова, и каких-то даже набросков их внешности не сохранилось, зачастую даже словесных. Ну, вот с Берингом нам повезло, хотя, надо сказать, что его изображение, которое устаревое в культуре, это все-таки не он. Вот сейчас мы с ним открываем. Вот, этот портрет такого достаточно обаятельного человека, как выяснилось уже относительно недавно, вид суберингу не принадлежит. Ну, и, честно говоря, конечно, судить о внешности, по внешности от человека достаточно сложно, но, согласитесь, не очень-то он похож на вот такого мужественного командоя, закаленного северными шаротами, российского офицера, хотя, перед нами тоже Беринг, правда, не Витус Беринг, а его дядя, достаточно известный датский поэт. Но все это выяснилось достаточно недавно, даже на медали, памятные в честь Беринга, на майке, везде вот этот поэтоед. Как же нам удалось, ну, не нам, точнее, исторической науке, установить, что это не тот Беринг, каким считали. Дело в том, что место захоронения Беринга, он погиб в ходе второй камчатской экспедиции, уже под самый конец на острове, который впоследствии назвали в его честь, могила, ну, о том, что могила сохранилась, не знали, но описание, где она находится, примерно оставалось. И вот уже в наше время, да, не так давно будет предпринята специальная экспедиция с целью найти вот захоронения Беринга, тех членов его команды, которые погибли от СНГ, или от других болезней вместе с ним. Их могилу нашли, их останки подняли, отвезли в европейскую часть России. Собственно, здесь по методу Герасимова удалось восстановить облик Беринга, тех останков, которые оказались его. И вот как, скорее всего, выглядел близко к действительности наш прославленный командор. Вот его партнер. Согласитесь, более какие-то волевые черты лица, в нем руководителя экспедиции и военного видишь как-то больше, чем в предыдущем партнере. Хотя тот тоже, как мы выяснили, Берин. Вот так, собственно, он выглядел. Что случилось с его останками после того, как их идентифицировали, составили вот эту модель, их отвезли обратно на острове Беринга, и сейчас его могила является одним из таких объектов на командорских столах, которые, опять же, названы в его честь, да, командор, какой? Командор Витус Беринг. На острове Беринга находится его могила, вот, теперь уже совершенно установлено и достаточно благоустроено. Ну, а что же до его второй экспедиции, то в этот момент были достаточно хорошо исследованы Алиутские острова, которые ныне принадлежат Соединенным Штатам Америки. Но, если вы всмотритесь в название многих островов и каких-то объектов на островах и в названии на побережье Аляске, то многие из них русские или связаны с нашими замечательными путешественниками. Хотя, зачастую, это название обманчиво. Вот так, например, вот, скажем, залив Кацебу, сейчас я приближу немножечко поставлюсь еще, чтобы его досмотрели, это русское название в честь нашего путешественника начала XIX века. А вот рядом с ней, с этой точкой заливу Кацебу Кевалина, да, некоторые считают, что это в честь какого-то нашего путешественника Кевалина, хотелось бы, да, чтобы так изучало, но нет, это американский город, который по своему происхождению к России, Русской Америке и код наш не имеет. Это тюземное название реки, по которой, собственно, этот город, аэропорт, которые там существуют, были названы. Поэтому изучение Кашикайте в Северной Америке и Русских Старов это очень интересный процесс, который мы только немножко сегодня коснемся. Но старых спицы Беринга удалось окончательно установить, что существует пролив. Не случайно этот пролив носит имя Беринга. Кстати, честь предложения назвать этот пролив в честь Беринга исходила от другого великого путешественника, который нам всем очень хорошо известен. Есть ли у вас какие-то предположения, кто предложил так назвать пролив в честь Беринга? Сразу скажу, это был не российский маяк, но очень известный и всем безусловно известный. Ну, мы говорили о второй кругосветке, которую существует Дарик больше всего известный про глацветных путешествиями в 18 веке, уже гораздо позже Дарика Джеймс Кук. Все вы прекрасно знают. И вот в своем третьем, насколько я помню, плавании Кук тоже был в этих землях, еще и в этих водах, и именно он предложил пролив назвать в честь Витуса Беринга, поскольку подтвердил его открытие и признал честь этого открытия за великим русским и датским, точнее и российским путешественникам. Но это случилось уже позднее, собственно, в своей второй и последней экспедиции по Львудским островам последовал маршрут Беринга, и вот, собственно, место его упокоения, тот самый остров Беринга, сейчас мы покрупнее посмотрим. Вот они, Командорские острова, которые сейчас навечно за Россией, тут еще СССР подписано, но постыкает очень хорошее по разрешению подробную. Вот Командорские острова, остров Беринга, где-то здесь его могила, совсем немножко он не доплыл до Камчатки, куда они возвращались. Но его отчеты, отчеты, которые составляли помощниками, подтверждают, что эта великая, как его стали называть, восточно-сибирская экспедиция окончилась поистине замечательными результатами. Аляска была открыта, хотя мы уже говорили, что гвозди, мы уперием, кто ее видел, но именно подлинно научное описание какой-то окраин Аляски и Алиутских остров, честь этого открытия подлинных экспедиции Беринга. И сейчас, соответственно, это никем уже не оспаривалось, да не особо-то когда-то оспаривалось. Ну, в честь Беринга названо достаточно много топонимов, вот мы уже упомянули пролив, остров, Мандерские острова, но самый большой по почте топоним, который называется в честь Беринга, это, естественно, Берингово море. Вот оно. Соответственно, весь этот внутренний бассейн когда-то принадлежал России. Сейчас мы делим с Соединенными Штатами Америки. Однако, тоже оговорюсь, для соединенных подходов вот сам темен открытия какой-то земли, он достаточно условный. Ну, вот скажем, скажем, Северная Америка, да, она открытие, но открытие для кого? Для европейцев, да, потому что сами-то индейцы, которые там жили, они сами-то о себе знали. Соответственно, то же самое и с этими землями. Они были не необитаемые, зачастую здесь жили местные аборигены, местные племена с различными названиями, часть из которых до нас даже не дошла, поскольку они были либо ассимилированы, либо из-за естественных каких-то причин растворились в истории. ассимилированы. кроме того, доподлинно известно, что даже до наших путешественников здесь были, ну как, если не европейцы, то, по крайней мере, не американцы. Увидительная история, но вот здесь, на этих русских островах наверняка еще до наших были японцы. Как они там оказались, очень интересный вопрос. Вы все знаете прекрасно, что Япония находилась в самоизоляции, то есть они 19 века. И не только сама особо не плавала куда-то, да, не организовывала экспедиция, но даже тех иностранцев, которые отваживались к ее берегам пристать, в худшем случае судьба их была незавидной, в лучшем случае и они выдворялись, да, с японской территории. Так вот, сюда японцы попадали случайно. Нам неизвестно, кто это, что это были за японцы, нам неизвестно естественные их имена, но есть некоторые косвенные подтверждения, что они там были, с которыми спорить совершенно невозможно. Во-первых, местные жители Алиуты, в широком смысле, поскольку у них там есть более локальные названия, но в целом их называют жители русских островов Алиутами до сих пор, они говорили о том, что вот к ним пребывали люди и описывали внешность японцев, да, это были скорее всего японские рыбаки, которых мощным течением от берегов Японии уносило на эти берега и они здесь скорее всего погибали, ну, вряд ли им удалось как-то наводить отношения с местным населением, поскольку здесь между собой общались две какие-то закрытые культуры, по крайней мере подтверждений этого каких-либо до сих пор не обнаружено. Но еще одно косвенное подтверждение, что японцы здесь были, оно достаточно парадоксально. Если мы с вами присмотримся на наши вот эти замечательные карты, мы увидим название группы островов вот здесь вот Лисьи острова, да, Орюнские, а вот эти острова называются почему-то острова Корисьи, как раз между ближними Орюнскими островами и Андорьяновскими вот в клинице эти Корисьи острова. Как вы думаете, почему они так называются, так достаточно странно, вроде не очень благоозвучно. Потому что они совершенно необитаемы, но на них совершенно внезапно оказалось огромное количество крыс, которые туда естественным путем попасть никак не могли. И соотнося вот эти поедания, а учитывая то, что европейцев там не было до наших, а наши уже когда припули свидетельцы Беринга уже увидели там крыс, то соответственно соотнося все эти сведения сейчас мы уже можем сделать вывод, что когда-то японские корабли сюда занесло, они потерпели кораблекрушение или останавливались на этих островах, как я уже сказал, оттуда вернуться обратно в Японию никаких шансов не было на тот момент на тех кораблях, которые были в японцев распоряжении историей навигации кто-нибудь была. И вот эти острова потихонечку заселились корисами. Ну, скорее всего на какой-то один остров изначально они попали причем именно сюда ни на ближних островах, ни на Адрианских островах корис нет. эти корисы мало того, что мы расплодились, они быстро-быстро, не имея естественных рогов, поели яйца птиц, которые здесь гнездились. вот такая первая участь топогенная катастрофа постигла эти острова. Интересно, что США уже в нашу эпоху, уже в 20-м веке предприняли уникальную операцию по очищению этих островов от корис с целью установить естественную популяцию птиц, которые там гнездились. Очень этот опыт удался. Удалось этих корис потравить, больше есть популяция, и вот по последним данным снова начали гнездиться полярные и приполярные тихоокеанские птицы. То есть шанс, что мало-помалу эта территория будет заселена снова птицами. Что касается, кстати, мы не упомянули еще об одном факте вот этой великой восточно-сибирской экспедиции Беринга. Еще тот факт, что вместе с Берингом, помимо его многочисленных русских помощников и учеников, с ним был еще известный естественный испытатель, которого тоже все прекрасно знаем еще с времен школы. Но правда знаем мы не его, а некий вид, исчезнувший, названный в его честь. Есть какое-то предположение, о ком я говорю? Ну, наверняка вам в школе наверняка пока я почему-то запомнил это из рук биология, мне встречалось такое название, как стреллевая корова. Слышали про нее? Это вид лостоногих, который обитал как раз-таки вот здесь, который представлял интерес для промысла, из-за мяса и прочих полезных свойств этих животных, которые были, к сожалению, истреблены. Так вот, стреллевая корова у нас в честь одного из иностранных естествоиспытателей, которые были тоже в составе экспедиции Беринга, и которые тоже один из первых высадились, стреллер, один из первых тех, кто высадился на Леонские острова, то есть первых европейцев, которые побывали в этой части Земли. Опять же, тоже сделаем небольшое отклонение, считалось, что стреллевая корова вымерла из-за браконьерского промысла, это, конечно, в широком смысле правда, но современные исследования показывают, что их количество особей и ареология в пространении уже говорят о том, что она находилась в стадии вымирания. Если бы не помогли ей люди, то, скорее всего, она бы сама вымерла, просто вот не так быстро, чуть-чуть бы попозже. Просто ископаемые останки стреллевых коров, которые находятся на гораздо большем ареале, говорят о том, что ареал стреллевых коров снижался, сужался, 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 и в этот момент ее открытия в ходе этой экспедиции, начало активного промысла в последующем, когда ее стримили практически за 30 лет, там, насколько я помню, что тут порядка 1600 особей оставалась, и популяция постепенно снижалась. То есть, здесь это браконьест, оно в частности только ускорило неизбежно, нежели совершило действительно какой-то такой акт уничтожения биологического вида в подлинном понимании. Кто же пошел после Беринга, Чейкова и Диорга Стейлера, да? Что же было потом? В 1945 году на основании вот этих всех открытий был составлен атлас российский из 12 специализированных кайт, на которых все вот эти открытия уже были нанесены, и этим атласом уже и копиями с него могли пользоваться более широкие слои населения. Учитывая, что первые вот эти отчеты они принесли сведения о огромном количестве морского зверя, о пушнине, да, которое может добылась этих сноров, это в первую очередь песцовый мех и мех морских выдракаланов, которые были настоящей нефтью этого времени в плане стоимости, да, потому что ценились они не только в Европе, куда их надо было еще вывезти, но и в Китае, в пограничной кяхте, где происходила торговля, вы знаете, наши покупали чай, у китайцев продавали в основном вот эти вот шкурики этих морских и неморских зверей, и доверяешься читать статью про ценообразование, оно по-настоящему было такое, ну, спекулятивное, но и взаимное, да, как бы сказали экономисты, потому что себестоимость добыча составляла там потерянным несколько рублей, конечно, ну, немалая цена, но в тех временах достаточно все-таки большие. На Камчатке за шкур одного колана давали что-то порядка 30-40 рублей, а если доставляли в Кяхту на границу с Китаем, то там можно было выручить от 80 и больше. То есть представляете, насколько окупались вот эти экспедиции, трудные, рискованные, но такие заманчивые. Это, собственно, вот эта схема Кяхта и Якутск, наоборот, через Якутск проходили грузы в Европу, и там находился административный центр всего Дальнего Востока на тот момент российского. Это, собственно, позволяет нам понять, как было устроено в то время эксплуатации этих территорий открытых и исследуемых. Особая группа людей артеля, организованные купцами, добывали в экспедициях на Люнских островах сначала, потом уже на побережье морского зверя, ну и не только морского, как мы выяснили, еще персцитом обитали, собственно, вичи острова в честь этого и называются, да, это все доставлялось либо на Камчатку, либо еще дальше в Иркутск, там уже их понимали купцы, оценивали, выкупали, а потом уже продавались конечным потребителям по баснословным по телоименам ценам, ну и продавались еще, соответственно, дороже. Так и была выставлена эксплуатация этих территорий. Зачастую, точнее, практически всегда, экспедиции вот этих вот отелей, их финансировали купцы, собирались компании, да, акционерные, поевые, как их там называли, и они эксплуатировали территорию, то есть, первый интерес по государственной по исследованию территории, второй, естественно, коммерческий. но не только людские острова изучали в эту эпоху. Например, были проекты по кругосветной экспедиции еще в 18 веке, еще при Екатерине Второй. Так известно, что первую экспедицию планировали в 60-х годах, но она не состоялась из-за начала русско-турецкой войны. И более того, впоследствии офицер, которому нужно было командовать этой экспедицией, он погиб уже в войне русско-шведской. Соответственно, вот такие были еще проекты по исследованию. Известно, что была идея, опять же при Екатерине, о высокоширотной экспедиции, то есть из-за Белого моря проникнуть в дойти до Берингового пролива через Арктику. Но даже по основному будущему гляну Чичагу, который эту экспедицию дважды пытался организовать, пытался дважды ее осуществить, даже ему не удалось пройти путем через Северный полюс. Не случайно первым, кому-то удастся достигнуть просто Северного полюса, я говорю о том, чтобы этим путем дойти до Берингового пролива, будет Амундсен уже в начале XX века через 150 лет после описываемых событий. Но уже сами эти попытки дали российской и мировой навигационной науке очень многое. То есть на тот момент плава не прекратились, поскольку технологий, чтобы преодолевать эти паковые льды на тот момент еще не было. Кроме того, были попытки и более удачные. Так, в 1985-1993 годах была грандиозная экспедиция, командовал ей Иосиф Берингс, тоже иностранец на русской службе, но все отзывы о нем сугубо положительные, что это был Патароцер Нового Отечества, Россия, который честно служил и очень многое сделал. Им были описаны берега Чукотки, им были описаны северное побережье, северо-восточное побережье Неваразия, и впервые при нем удалось пересечь Чукотку на Оленях. Собственно, экспедиция сам принимала непосредственно участие, только командовал. Интересно еще и то, что все это так отражалось на его здоровье, что он первый раз попросился в отставку уже в 38 лет, сославшись на то, что его здоровье уже совершенно никаким образом не подходит для продолжения деятельности. Судьба эта, в общем-то, не рядовая, потому что многие-многие исследователи этих широт, они жертвовали жизни, зачастую здоровьем, ради этого продвижения науки, зачастую коммерческих интересов дальше на восток. что касается русской Америки, вот еще один интересный факт, пока мы не можем пропустить, я сказал, что исследовали не только иностранцы на русской службе, не только русские, но и местные, которые взаимодействовали с нашими путешественниками, с торжественными поведниками Российской империи. Отсюда очень интересная история Николая Дауркина. Казалось, Николай Дауркин достаточно русское имя, фамилия, но вот этот замечательный человек, он по происхождению был наполовину Каяк, наполовину Чукча и считается первым чукотским ученым. Ну, чукотским условно, потому что все-таки чукотского у него было только происхождение, методы исследования и все он причерпнул уже на русской службе. Он попал вместе с родителями в плен во время одного из столкновений с местными племенами. Впоследствии остался без родителей. Его отправили в Остарук, ну, Остарук не в плане в тюрьму, а в плане как пост, где располагалось наше поселение. Там он был крещен именем Николая и Дауркин отечественного корресного отца. И впоследствии он мало того, что участвовал в исследованиях в Чукотке, поскольку он с детства знал чукотский язык, местные наречия, и знал совершенство уже русский язык к тому моменту, он был таким проводником русской культуры, ему удалось нанести на Кайто очень многие топонимы, сохранив их оригинальное название, что не всегда удавалось. И Кайта Дауркина до сих пор является очень-очень интересным и важным источником. Сейчас мы ее с вами увидим, я ее увеличу. Естественно, она того заслуживает. Вот, собственно, это вот место, которое он написал, в советские годы уже, по-моему, в 1973 году было названо Плостров Дауркина. Это вот Америка, вот этот самый Плостров Дауркина. Я уже сказал, что старинные кайты вводят нас сейчас в заблуждение, если мы не знаем современный контекст. Вот запомнили, как он выглядит здесь, да, этот Плостров Дауркина? Сейчас давайте попробуем его найти на уже знакомой нам кайта советской. Ну, вот сейчас возьмем Чукотку и посмотрим, где он есть, этот Плостров Дауркина. Как вам кажется, где он находится? Может быть, вот где-то здесь или здесь? Светлова Реки? Нет. Ну, дайте покажу. Вот это остров Светлова Реки, действительно, но вот он, полуостров Дауркина. Видите, по форме совершенно другой, потому что здесь уже данные современные картографии. И таким образом знаменитый мыс Дежнева, самая окраинная восточная точка Евразия, она находится на вот этом самом полуострове Дауркина. На самом деле, на мой взгляд, это очень правильное название отметить вклад в этот замечательный человек с окружительной судьбой. Более того, он не просто был служащим, который все это исследовал, ему в итоге было жаловано дворянство, он стал сибирским дворянином. Почему? Потому что по матерям происходило одного из чуконских каких-то правителей. И учитывая то, что Российская империя всегда старалась народам входившим в ее состав оставлять их благородное происхождение тем, кто имел его, и опираться на некоторые последствия, ему было достаточно еще даже в молодом возрасте признание его заслугу происхождения дарило дворянство. То есть в советские годы не только дворянство, но и в честь него назвали уже вот эту огромную часть суши на самой самой северо-восточной конечности Евразии. Вот это один из тех удивительных людей, которые отметились по исследованию этого региона. Им может гордиться и чукотский народ, и русский народ, и в широком смысле наша российская нация, которая объединила и народ русский, и чукотский. Теперь скажем несколько слов и об Америке. Как же вот эта самая настоящая русская Америка уже не Алиутские острова, а собственно материкой Америки заселялась русскими. Здесь первенство принадлежит за людьми совершенно не случайными. Это были купцы. Причем немногие знают, что было даже несколько конкуривающих купеческих компаний, которые осваивали эту землю. Сейчас больше известна компания Шерехова Григора Ивановича и его изначально помощника, потом последователя и продолжателя Борянова. Была их конкурирующая компания, еще параллельно с ними компания Лебедева-Ласточкина, тоже знаменитого купца, который сам лично не участвовал, насколько мне известно, в освоении земли, который сумел организовать альтернативные исследования. почему мы знаем больше о Шерехове Борянове, потому что эта компания пережила свою конкурентку, во-вторых, эта компания, на нее больше делали ставку в Петербурге, больше связей было с правительством, нежели у компании Лебедева-Ласточкина, ну и кроме того, ей повезло с руководителями, действительно великими людьми, которые по праву вошли в историю, и которые были уже, чей образ был популяризирован в советские годы, в том числе ведущими писателями советского периода, поэтому мы знаем о них больше. Вместе с тем, на пике своей активности у них именно русских людей под командой было меньше, чем у конкурющей компании. Ну, о каких количествах мы говорим до 18 века? В какой-то момент у Баранова под началом было 160 русских людей, казаков, промысловиков, и весь состав экспедиции, а у Лебедевцев было 200 человек, то есть их компаний даже было больше. Плюс вместе с нашими путешественниками и промысловиками как правило следовали Камчадалы, наемная рабочая из Камчатки, не всегда недобровольно отправлялись в эти путешествия, но какое-то их количество присутствовало. В том числе в этих компаниях активно участвовало местное население. Опять же, не всегда добровольно, зачастую путем торговли, зачастую путем взятия заложников и противобойства, настаивчивости взаимодействия. Но у компании Шерехова-Баранова это получилось лучше. И недавим венцом деятельности, ну, недавим именно этой компанией в итоге были освоены Рюнские острова, первое время постоянное русское поселение на острове Кадьяк вот здесь, и знаковый год, 1799 год, когда была основана столица Русской Америки, ныне на острове Баранова, ныне называется Ситка, но мы с вами должны помнить, что Ситка, сейчас еще побольше увеличу, что Ситка это на самом деле Новоархангельск, город, основанный Барановым, и что удивительно, этот город был основан на шарате Санкт-Петербурга, то есть мы с вами смотрим, нам за этим не кажется, что это какой-то дороги-дороки север, хотя южнее Аляски, но город был основан в 1799 году, в год основания российско-американской компании, которая эксплуатирует территории от имени российского поведенства, и вот здесь находился центр наших владений, отсюда собственно берется начало блогом истории, тоже вам хорошо известная, описанная в нашем копии «Виноная овось», потому что Айзанов, помните, его играл замечательный актер Каященцев, так вот, Айзанов, он был помощником Баянова, и он, собственно, уже отправился на юг, еще дальше в Калифорнию, чтобы там попасть в свое романтическое приключение, оставшееся в нашей культуре и по существу поспособствовать основанию нашей Каянии, южной точки присутствия Форта-Роса. Насколько я знаю, компания документальных фильмов, в которой разговаривает «Валдис Пейдж», планирует снимать фильм о Форте-Рос, уже такой фильм подобный, есть документальный, но вот этот должен быть, по крайней мере, более информативным, так что, если вас отправлял на затея самого русского присутствия на побережье Северной Америки, я вас приглашаю посмотреть эти фильмы есть в интернете, а когда выйдет фильм «Валдис Пейджа», обязательно там будет обмороком, поскольку проект некоммерческий, как и предыдущего фильма замечательного о Камчатке, кто еще не видел, тоже советую посмотреть, называется «Гвардия Камчатка», рассказывает об обороне Петропавловска-Камчатского в годы Калимской войны. Достаточно обстоятельный фильм с хорошим историческим материалом, интересный, ну и тем, кто сомневается, тоже порекомендую, потому что его один из главных рейдакторов этого проекта была Платанина, ну помните капитана команды «Что-ли-когда», девушка, теперь уже женщина, знаменитая достаточно у тех, кто следит за этой игрой, вот она сейчас работает вместе с Владимиром Петчем, и она, собственно, отвечает за то, чтобы все или большая часть материала, который в этом фильме есть, соответствовала действительности, и был действительно историчным. Ну и давайте, у нас еще время записи остается, после этого я отвечу на вопросы, если они у нас возникли, давайте немножко просто погуляем по крате, так, верну я ее неловко, давайте немножко погуляем с вами по крате, посмотрим название, и те, которые интересны, те, кто я знаю, я вам расскажу по происхождению, но давайте закрепим. Вот здесь рядом с Камчаткой Командорские острова, вы помните, что они называются в честь кого? В честь Витаса Беринга, поскольку он носил звание Командора Капитана, вот он, остров Беринга, остров Медный, открытый названный его помощником Чериковым, и эти острова до сих пор российские. Вот они, ближние острова, это уже современная США, Крыси, помните историю, название, вот это Андреяновские острова, у них тоже очень интересная история, они называются в честь промысляка Адриана Толстого, но интересно, точнее нет, они ошибочно думают, многие, что они называются в честь него, потому что ему прописывают в честь открытия этих островов, но на самом деле называется не в честь него, а в честь корабля, на котором он плыл, а корабль по стечению обстоятельств назывался Святой Адриан, вот такая вот историческая тонкость, но безусловно его заслугу тоже никто не отрицает. А если мы пойдем дальше, здесь можем найти, например, мы сегодня говорили про Григория Ивановича Шерихова, и вот паралив, который называется в его честь. Паралив между крупнейшим островом Кадьяк, который знаменит тем, что там обитает порода гаизни, североамериканского боевого медведя, самые большие образцы обитают именно на острове Кадьяк, что достаточно странно, потому что обычно островные популяции, представители, островные популяции, они меньше по размерам, чем материковые. А вот здесь как-то вот почему-то именно островные гаизни оказались по размерам больше, чем их материковые собратья. А Шерихова не случайно, именно Шерипа и Шерихова здесь были основаны первые русские поселения. Например, здесь есть, мне тоже всегда бросались глаза, сейчас попробую найти. Она называется сейчас Russia Naiveer, русская река. А здесь на кайте она называлась немножко, насколько я помню, по-другому. Так. Что-то я ее немножко потерял, сейчас даже в таком разрешении может быть даже не грабен, но так. Если видите, сообщайте. В общем, эта река, которая до сих пор протекает, естественно, по-аляске, более того, до сих пор сохраняет свое название. Самый тесно, что это название русская река, она получила уже после того, как эту территорию продали, еще не Аммия, не США, а частному на тот момент предпринимателю. Вот я потягиваю немножко, на большом кайте увижу, здесь у меня не получается. Если интересно, поискать уже в комфортных домашних условиях с компьютера, то это будет возможно. Ну и мы говорили о ушелих и баранах, наверное, будет неправильно, если я вам их не покажу. Вот, собственно, Григорий Иванович Шерихов, тоже постоянно все покрупнее сделать, он этого заслуживает. Человек достаточно влиятельный, достаточно сильный, но в тоже время достаточно жестокий. То есть, если у последователя Баянова многие исследователи отмечают, что у него были очень сильны такие гуманистические человеческие отношения, он мог быть одновременно жестким руководителем, то есть, карать, одновременно он поддерживал очень тесные близкие отношения с местными жителями, да, он старался их образовывать, ну, сейчас, их образование, старался с ними владеть мир, то вот Шерихов, его руководитель и предшественник, там были разные истории. Где-то он хвастался в Петербург тем, что 25 Алиудов уже учат русский язык и не хотят возвращаться домой, ну, Алиудских детей с Бойом, при этом добавили, что это все были так называемые Аманаты. Аманаты это заложники. Но в то же время он основал целую династию, его вдова впоследствии помогала Баранову, его брат тоже участвовал в этой кампании, то есть при всей его неоднозначности это действительно великий человек. Но, естественно, хозяином на долгие десятилетия русской Арктики по Паралу, да, и самым главным человеком в русской Арктике и в русской Америке был вот этот человек Александр Андреевич Баранов. Видите, он совсем не такой, как он нам представляется на этом изображении, он здесь скорее похож на вертможу, да, какого-то поставленного, Один Сатуранн на шее, но на самом деле большую часть своей жизни, которую он провел в русской Америке, он выглядел совершенно иначе. Он был больше похож на Алиута, в одежде, которая была гораздо ближе к местной одежде, чем к европейскому и российскому костюму, и Один этот он, скорее всего, одевал редко и может быть только позею для этого поэт-аэту, да, потому что там, в тех условиях, он был и воином, и дипломатом, и правителем, и действительно хозяином русской Америке на протяжении нескольких десятилетий. не случайно вот так подрисовали его замок в начале 19 века, в котором он жил, не случайно эта постройка сохранилась до сих пор, правда, в несколько перестроенном виде, сейчас там находится в Америке музей. Вот он как выглядит сейчас, тоже немножко увеличу, но это с другого постройку сфотографировано, чем был рисунок. Вот тут написано Баранов музей, музей Баянова, да, там располагаются вещи, которые были найдены, сохранились у местных жителей, память о русском присутствии, здесь находятся хирургические какие-то атефакты, туда попавшие, и вот это действительно в своем основании, в своих внутренних деталях того самого Баянова, который был правителем русской Америки, главой российско-американской компании. Память о нем до сих пор на Аляске сохраняется, и нам предлагают тоже о нем ни в коем случае не забывать. Но находится этот дом, еще раз напомню, в городе Ситка, на острове Баянова, а Ситка на самом деле носила название Новоархангельск, находилась на шарате, напоминаю, нашей столице Санкт-Петербурга. На этом я свой очень-очень краткий обзор вопроса подложу к концу. Хочу только добавить, что это будет действительно очень тесная эпоха. Если вы захотите в нее окунуться поглубже, вы встретитесь с такими словами, которые мы зачастую в речи повседневно не используем. Обращаю внимание то, что если для западного мира образ путешественника это образ конкистадора зачастую, завоевателя, то в русском языке есть слово первый пароходец. Не первый пароходец. То есть люди, которые проходили землю, осваивали. Если западные путешественники ставили какую-то коммерческую цель, в первую очередь, мы здесь отличались, может быть, в каком-то моменте не очень сильно, но мне очень нравится слово передавщик, который дошел до нас из тех времен, не передавщик, советский, привычный, а передавщик. Знаете, что это слово означало в ту эпоху? Это был разведчик в узком смысле, в широком смысле глава какой-то разведательной партии, который возглавлял артель промостровиков, которые работали на каком-то из остров направлении в экспедиции. Это слово то же самое лобаз, которое сейчас тоже встречается, вот я вот только у Бродского стихотворения в одном встречал его с моим испольным лобаз, это воинное хранилище на дереве или у основания дерева для шкуры, то есть шла вот эта промостровая партия во главе с передавщиком, они естественно могли все на себе вести, они оставляли чаще всего на деревьях, чтобы зверя не добавляли эти шкуры битвы зверя, а на обратном пути все собственно забирали, ну или все еще проходили, забирали. Это эпоха, из которой из помойского языка до нас дошел слово шар, да, некоторые поливы в Арктике до сих пор называется шарами и очень странно, да, вот почему шар, почему не полив, так у наших помоев, у наших жителей нашего севера европейского, русского севера назывался полив, вот не дайм, тот садовитый маточкин шар, полив в новой земле, который был исследован тоже в 18 веке, об этом нам не было времени поговорить, это тоже очень интересная тема, собственно и тоже интересный термин Гаваминь мне понравился, так сейчас называют ножи особого вида сибирского, но изначально в 18 веке это условно было еще назначение слову Гаваминь, наши предки, ну и поморы, да, называли открытое море, куда они уходили, по приказу государя, по зову сердца, или за прибылью в надежде найти какие-то берега, где обитали промысловые звери, которые сообщали им богатство и слава всему государству. Это тоже было такое, можно сказать, эхо побед, возвращаясь, эхо наших побед, возвращаясь к теме цикла лекций, которые мы сегодня представляем. Ну а если у вас какие-то есть вопросы по образу русского путешественника, я с удовольствием поставлю за них ответить, ну и по крайней мере направить в направлении поиска, который представится мне правильно. Пожалуйста, есть ли у кого-то вопросы? Никита, пожалуйста, в 1799 году Павел I установил российско-американскую компанию, то есть Аляска находилась в ее юридиции. Да, Аляска, мало того, она уже до этого вошла в состав российской педыли, поскольку до российско-американской компании была серая-восточная компания, основанная в Шелихову. Но к этому моменту те самые Лебеди и Ласточкин и их люди уже ушли из Русской Америки, поэтому фактически правителем стал Баянов, и он стал главой этой русско-американской компании. Действительно, все земли Аляски и южнее Аляски, которые были нашими, и наши земли там увеличивались в 19-е веке, Аляутские острова, все они были под управлением русской, российской, точнее, американской компании, учрежденной Павлом Первым. То есть там губернии никаких не было никогда? Изначально все это относилось к иркутскому генерал-губернатору, центр был в Иркутске, но уже силами Шелихова и Баранова центр был, ну, точнее уже Шелихов пытался перевести центр сначала в Иркутск из Камчатки, ну, чтобы сообщение иметься в Иркутск, да, непосредственно с губернатором, а не с камчатскими купцами. Впоследствии он пытался основать на острове Кадьяк постоянное поселение, но они в силу разных причин не имели успеха. И вот уже после смерти Шелихова, даже после отъезда после смерти Шелихова Баранов основал центр, подлинный центр российско-мергарской компании на острове Ситка, вот этот Новый Архангельск, он и там именно был административный центр этих земель. Полностью компания уже, можно сказать, отделилась от генерал-губернаторства и целиком управлял этим территорием. Согласитесь, достаточно трудно из Иркутска управлять такими отдаленными землями, даже, может быть, зная специфику, а вряд ли иркутские чиновники хорошо были свидетельны о боливутских делах в этой местности. Пожалуйста, еще какие-то вопросы, комментарии? Скажите, пожалуйста, наши имена на американскую карту переименованы или так же звучат? Действительно, была тенденция к переименованию, она связана с распаиванием париотета тех или иных исследований, исследователей, но, как ни странно, большая часть имен именно в Навязке и на легких островах осталась неизменной. Связана это с тем, что купили американцы Аляску по Александре Втором в 1967 году, но штатам США Аляска стала, как ни странно, практически только через 100 лет уже после Второй мировой войны. Все это время она была территорией, ну, я тут могу в статусе ошибаться, то ли ассоциированной с США, то ли, как бы, ну, не могу, наверное, точнее, статус сформулировать, в общем, она не имела прав американского штата, она эксплуатировалась, помните, золотая лихорадка, оттуда, насколько могли, и свойств какие-то выкачивались, но именно административное вмешательство было минимальным, поэтому на тот момент сохранились имена, в 20 веке переименования это уже не очень такой правильный ход, да, это всегда встречает некие наекания и всегда в этом ищут политическую подоплеку, которые чаще всего есть, поэтому больше значительная часть топонимов Русской Америки она сохранилась, естественно, за это время были населены многие другие населённые пункты из эллиутского языка, они остались, да, вот мы тоже говорили об одном из них сегодня, но единственное такое крупное переименование, которое мне проходит на ум, это, конечно, ситка, да, Новоархангельск, за Новоархангельском историческое название не сохранилось, но мы все знаем, что ситка находится на острове Баянова, его никто не переименовал, он до сих пор так называется, и там память о правителе русской Арктики до сих пор живёт, вот музей, вот мы видели с вами тоже сохраняется, ну и опять же, насколько я знаю, у жителей, кайны жителей Аляски зачастую до сих пор встречаются русские имена, вот когда-нибудь какая-то традиция, я не говорил об этом совершенно в лекции, не было возможности, но ведь помимо купцов, промословиков и администраторов действовала русская духовная миссия на Лерусских островах и на Аляске, она отмечена тем, что там, ну я вот так и готовился, даже увидел, что там были даже мало того, что свои пастыри, там были даже свои юродивые, монахи, которые туда поезжали, они стали частью местного такого наследия, элегиозно-культурного, и во многом из-за этого до сих пор сохраняется такая вот культурная история русской Америки и недостатем местных жителей, многие из которых воспринимали в честь своей эпохи существования православной культуры, и вот в Амминахе до сих пор находят зачастую отражение. А вот можно еще спросить, вот хорошо, продали Аляску, а с людьми, которые там вот жили, в тот момент как произошло? То есть им помогли перебраться в Россию? Или они остались там, как остались? Что было? Ну, действительно, люди, которые там оказались, ими двигало, в основном, именно русскими людьми, двигало, по-русовый интерес. А в том момент, когда Аляску продавалась, золото там еще не нашли, а звери, который там берет, начал заканчиваться. То есть экономическая выгода от Аляски, мало того, что стойную шкнули, она уже уходила сильно в минус на тот момент, хотя в конце 18 века, начале 19-го она приносила баснословные прибыли. Но, соответственно, поскольку прибыли снижались, количество русских людей там тоже снижалось, и к моменту, когда русский флаг над Ситкой спустился торжественно, американский торжественно поднялся, русских людей там было уже относительно немного, их переезд был организован, их никто тут не угонял, все тут проектовило цивилизованно, ну а местным жителям в основном было идти некуда, это было их родина, они там остались. Собственно, этот вопрос был и шел ну и с Америкой, точнее с да, уже с США на этот момент с названием были союзниками, мы вместе дружили против Великобритании, поэтому какого-то резона выгонять или как-то чинить какие-то препятствия размеренному нормальному уходу наших поселенцев оттуда, ну, смысла никакого американцев не было. То есть портить отношения с державой, которые к тебе хорошо относятся, ну, это достаточно сам на тебе повод. Так, а еще какие-нибудь вооруженные конфликты на Аляске были такие же интенсивные, скажем, как на Чукотке, там, как Чукотке? На Чукотке имели место русско-чукотские войны, поход в чукотском обществе это осталось как войны с Якуниным, там фамилия нашего майора по-руцки, по-моему, который командовал один из самых больших отрядов, который вошел в чукотские фольклоры. Ну, на самом деле они были не только такими же, они даже, скорее всего, происходили по масштабам, чем те, которые имели место на Чукотке, потому что на Чукотке у нас было много союзников, те же самые Каяки и прочие местные жители, которые враждались Чукчины, Чукчи были очень воинственным народом, очень сильным народом, горным народом, они с трудом покаялись, экспансия, на территории Аляски таким же племенем были, по-моему, могу ошибиться в точном названии, по-моему, тингелиты, вот такое было название, а люты в основном сотрудничали с русскими, а материков вот эти тингелиты, они препятствовали вторжению изначально и русскому освоению этих земель, но русских чукотских войн выделяют сейчас исследователи две, а бородом приходилось постоянно усмирять какие-то более мелкие конфликты, да, с алиутами и вот с этими вот с враждебными материковыми местными жителями зачастую, то есть стычки были, они носили где-то бытовой характер, было восстание на Алисиях островах 60-е годы, алиутское, когда многие русские и их союзники были погибли, там, насколько я помню, цифра по одной из экспедиций, точнее, по одной из общин, ну, да, экспедиция во время была на островах, во время восстания там погибло чуть ли не тайчет этих всех русских их союзников, ну, не только отстаял, там, еще от голода, от семьи, в осадах, небольших островах, конечно, на стороне наших порядков было техническое правосходство, на стороне местных жителей знание местности, устойчивость к местным условиям, но так или иначе, уже в эпоху Баранова большинство конфликтов было улажено, и ему удалось за счет своей дипломатии, за счет того, что он по образу жизни, по образу мыслей уже был близок достаточно к местным жителям, понимал, как они мыслят, он, ему удалось где-то убедить это, заставить их признать подданство Российской империи, его верховенство, и к концу жизни Баранова, конечно, эти конфликты, но практически сошли на нет, а вот в эпоху покоения, да, были конфликты, ну и неизбежно, где их, можно сказать, где их не было, Кук Джеймс, который, как мы говорили, предложил назвать прорез честь Беринга, он же тоже погиб на Гавайях, да, во время одного из таких конфликтов, возникших на очистке бытовой площади, это взаимодействие культуры, чаще всего происходит с шайховатостями, даже если оно не несет изначально вот такого уже явного экспансионистского захватчества натиска, как имел место в Южной Америке эпоху конкистадоров, и в Северной Америке эпоху пути на запад, вот этого взрыва не дикого запада, такого у нас не было, но без шайховатости все равно не обходилось. А вот у известной британского эстонистской компании известно, что была собственная армия, собственный флот, у российской компании были тоже собственники вооруженные силы, отряды, или там действовали полки императорской армии? Нет, полков императорской армии там не было, вообще таких формалов, как полк такого большого порядка Русская Америка не знала, потому что там все-таки Индия, это густонаселенная страна исторически, да, и британская, во времена британское ладычество, там очень много народу проживало, там нужны были полки, действительно, у нас были совершенно другие масштабы, не географические, а именно демографические, и отряды там 100 человек, 200 человек, вооруженные оружием, это уже была значительная сила в условиях Русской Америки, а если с ними шли еще и сотни местных жителей, союзников, да, это уже был просто настоящая боевая единица по эффективности сопоставимая с какой-нибудь там дивизией на Европейском Театре Военных Действий, однако у русско-американской компании были свои вооруженные фармирования, они фармировались из казаков, из немногих офицеров, которые пребывали туда, ну, подчинялись они империи не на прямую, а все-таки через купеческую кампанию, и я говорил о периоде конкуренции между компанией Лебедевых Ласточкиных и компанией Шелихова, тогда у них были достаточно вооруженные силы автономные, да, по отношению друг к другу, они даже конкурировали, кое-где даже доходило до столкновений между русскими из компании Лебедевых Ласточкин, на кричи из компании Шелихова, потом баранов впоследствии. К чему мы можем поговорить, ну, это были, скажем так, все, на тот момент еще не профессиональные военные, а, скажем так, люди двойного, ну, если так можно выразить, двойного назначения, то есть, они были прямо с руками, но если нужно было взять в руки ружье и сражаться, они в руки ружье и сражались. То же самое Баранов во время одного из восстаний местных жителей, он защищал своих союзников из числа туземцев. Есть описанный эпизод, как он из фальканета, ну, это ручная пушка такая небольшая, обстреливал и прокировал своих союзников лично, то есть, он не просто был командиром, но еще и воином. То есть, вот, такими формированиями небольшими, но эффективными в этих условиях, поскольку было проще снабжать, и они не требовали такого последовательного снабжения, как формирование военного полка, мы управляли Русской Америкой. Ну, скажем, Устинская кампания, она ведь закончила очень плохо. Вы знаете, после расстания сипаев императрица Королева Виктория приняла титул императрицы Индии и закрыла кампанию, переведя эту территорию под непосредственно имперского управления. И некоторых из руководителей компаний даже судили, что в английской истории встречалась относительно нечасто. Они нечасто судили своих чиновников за жестокое отношение с местным населением. А вот в этом случае настолько далеко зашла австрийская кампания, что пришлось таким образом вмешаться с самой Королеви, что, в общем-то, тоже не всегда практиковалось. А восстаний по сравнению с восточным побережьем Америки было много или нет? Местного населения? С восточным побережьем Америки? По сравнению с восточным побережьем? Ну, надо сказать, что восточные побережья имеется в виду США, да? Я имею в виду британские колонии. А британские колонии, ну, все-таки давайте в темы отдаемся. На тот момент британская колония это Канада в будущем доминион. Не, я имею в виду когда только пришли туда британские как там в Астане были и когда... Ну, те территории, где расположились в 13 первых штатах, вот эти английские колонии, впоследствии гидроу США, да, откуда они начались постраняться на запад, соответственно, они были гораздо гуще населены. Поэтому, соответственно, при продвижении они встречали большее сопротивление. Здесь людей живо исторически, но сейчас-то меньше живет Атану тоже было гораздо меньше людей, чем на том побережье Новой Англии, такой регион, который так назывался, 13 первых штатов. Поэтому по масштабу восстаний, конечно, были меньше. По частоте, ну, я уже сказал, что здесь зачастую можно сказать, что у восстаний были какие-то бытовые конфликты, да, считать это, не считать, это уже логический вопрос. То есть, они возникали, были большие восстания, по количеству наверное, нельзя сказать, что их было меньше, а по масштабу они явно были меньше, потому что просто людей меньше обитало в этих краях. Так, ну, я вижу, что вопросов вроде как больше нет. Надеюсь, что я ответил исчерпывающе на те, которые поизвучали. Я вас очень сильно благодарю за внимание, надеюсь, вам было интересно и, может быть, это подвигло самостоятельно изучить какие-то точки, которые мне удалось только обозначить, да, в своей лекции. Это будет, наверное, лучшим результатом из всех возможных от нашей сегодняшней встречи. Я вам очень сильно благодарен. Спасибо большое. Спасибо.